Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сегодня у нас 29 сентября 2018 год. Куда? 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 Так, сегодня мы будем отлучать наших свиноматок от поросяток. Вот, посмотрите на свиноматку. Это одна, это не свиноматка. Это у нас, это у нас мясо. Не, ну не мясо, сразу мясо. Колбаса. Это самое. Она должна у нас вот уже сегодня, завтра, но сегодня, наверное, нет. Вот смотрите, реакция. Видите, я подхожу, ложу там ей на хребет руки, ноль эмоций. Она должна у нас погулять, но она еще не гуляет. А этот передовик произвучит. Да, вот этот передовик, мать-героиня, 11 поросяток выкормила. Худая, что дрыщ стала. Сейчас мы их будем отлучать и уже через два дня мы их проколем и будем случать по новой. Основная, скажем так, основная задача при разведении свиней, это увеличить максимально количество поросят, получаемых в год, то есть опоросов в год. Мы хотим довести их, ну то есть две цели преследуем. Во-первых, мы не прозеваем первую охоту после, это она подралась немножко, не обращать внимание. Первую охоту, сразу же будет самая первая охота после отлучки. И второй момент, мы максимально уменьшим расстояние, уменьшим время между, ну то есть не будет у нас пробелов, грубо говоря. Месяц поросята она откормила, четыре относила, месяц откормила и вот она, бам, и уже успевает второй заход делать в этом году. То есть она сделает больше, по идее, должна сделать два и два, ну два и полтора где-то пороса в год. Так, я хотел просто показать размер ее, какая она стала у нас. Вот это Маша. Маша, кстати, особо не похудала, хотя девятерых выкормила поросяток. Вот это у нас рыжая. Рыжая, я уже показывал, вот дрищ стала. Сильно ее высосали, но даже у вас, слышишь, Люха, месяц стоически дотерпела. Все, сейчас они у нас, мы их сейчас посудим. Единственный момент, мы их посудим обоих в одну клетку. Клетку, а, я вам покажу для сравнения, вот, вы видите, да, какие у нее молочные железы, кормила, кстати, хорошо, что-то, что-то. Сейчас, я подожди еще. Вы это самое, сильно не расстраивайтесь по поводу строча, который здесь устроен. У нас перед осенью мы, вот видите, какие молочные, перед осенью готовим, на зиму все это поубирается. Тут кое-что строится. В общем, обратите внимание, какие молочные железы были большие. Кстати, по вопросу, какие сосут ли поросята чужие сиськи. Не, не сосут, он, видите, недоразвитая одна. И с той стороны тоже есть недоразвитая. И этой точно так же. То есть, каждый свою сиську сосет, и все. Вот, сосок недоразвитый. Получается, не все соски были задействованы. У нее было 11 поросят сосков, сколько, 12, 14 даже. Так, и вот я вам покажу для сравнения, вот эта вот халява, вот, она опоросилась с теми и не захотела поросятся, их не приняла. Поэтому, вот, идет драться на разбор. Сейчас получит и залетит в свою камеру. Вот мы идем с... Как это помягче? Слово так говорить в русском языке. Собак женского пола называют. Так вот, мы эту суку никак не можем с этой самой. Вот она уже у нас почти-почти готова. Так, куда ты зашла? Алло, давай выходи отсюда. Ты смотри, она жрачку нашла. А, кстати, я у нее почистил кормушку, Илька, сегодня. У нее вообще еды не было, поэтому она, видно, проголодалась трошки. Нормально. Не-не, она... Там грязь, вся фигня. Еще со времен, наверное, Наполеона. Поэтому, да, она ж там выделывалась, кигалась. В общем, да, все, выходи отсюда. Сейчас я вам покажу, что я сделал, какие я провел с полом перед... Сейчас вот, смотрите, свиньи перед этим год отсидели на этом полу. Он просел. Я досыпал сейчас сверху, досыпал нового, ну, опилок свежих. Сейчас добавлю, внесу дозу бактерий, водоград, чистый хлев. Все по-старому. Бактерии работают, все классно. Ну, просто я их решил обновить. Цена, в принципе, не очень большая, поэтому, если я могу позволить, да, вот такое различие. Илька возьмет, рукой разбрызгай, я просто покажу. Еще один момент. Ну, нема у меня лейки, где-то там. Она есть, но она плохо, эта самая. Получается, лейка забивается. Бактерии выращены на кукурузе, там. По инструкции развел водичку бактерии. Они постояли 15 минут, помыл 15 минут, в теплой воде, в теплом доме. Ну, то есть, они начали работать, да. И мы их сейчас внесем. С виду, конечно, первый раз, когда я его носил, я думал, это, знаете, какое-то яйцо дрозда. Прикол. Ничего это не даст. Оказалось, даст. Алена даст, короче. Значит, сейчас мы ее внесем и немножко перекопаем. Дядя Илюша, ты перекопаешь-то? Хорошо. Вот эти вот, Илюха, разболтай сейчас так вот, чтобы не осталось. Все, можешь выливать, в принципе, так. Да, во, во, во. Удов в угол надо было больше, но ничего. Сейчас тебе вилы дам. Так, если будут драться, ты сразу позови нас, Ангелина. Илюха, давай, может, эту загоним белую. Да. Чтобы она сейчас не начала тут. Ничего она не будет. Вот что, давай. Это нормально. Ангелина, пожалуйста, залезь туда, чтобы они тебя, не дай бог, не зашибли. Они не то, что они тебя лично не будут, как бы, но могут просто пробегая мило по тебе пробежаться. Что? Пастушка, елки. Ну, палку осторожно, она грязная не вымазывает. Ты так, как поросена. Ангелинка, смотри, если будет в твою сторону, вот там вот сиди на кирпичах. Да это, ну, перепахана. Верху опилки, которые я сверху засыпал, я их увлажнил предварительно. Кстати, опилки очень-очень плохо увлажняются, хорошо впитывают влагу в себя. Поэтому, еще один момент. В принципе, можно было даже не перекапывать. Они сейчас такое тут перекопают. У них, кажется, поначалу они полюбляют свежее, что-то там воняет, что-то порыться. Надо будет пару раз, да, пару раз там его даже... О, эта Машка пришла к себе, слышь. Ой, воду пьет довольно, Маша, ты теперь будешь жить здесь. Получается, у меня поросят... О, сейчас я пойду еще поросят... Ты давай докапывай, я пошел до поросят, хорошо? Да. Рыжая? Рыжая, худая кошмар. Смотрите, какой позвоночник. Куда идешь? Куда идешь? Она идет баловаться. Сейчас перегоним, Илюх. Давайте я вам покажу сразу поросяток. Видите, у меня, скажем так, маточная... Маточник отдельно от... От корма. Так, банда. О, переделал им... Эта, водичку опустил ниже. Ну, в принципе, пол будет подниматься немного выше. Ну, пока опустил ниже. Это несложно было 4 шкупа открутить, подать вниз. Смотрите, водичку как пьют, хорошо. Единственное, маловато им соска одного будет, наверное, на 11 штук. Ну, пока... Пока без вариантов будут так пить. Ничего страшного. Я думаю, не умрут. О, сразу до воды дорвались. Отлично. Сейчас я им сделаю... Этих кормушек будет маловато им здесь. В общем, получается, какая ситуация. У меня... Что, Илюх? Ну, загоняй, если зайдет, хорошо? Белую сразу загони, наверное. И закрой. А тебе уже пойду. Я сейчас помогу. Значит, смотрите, какая ситуация получается. Я так думаю, оставить их пока на их старых местах. Им будет как-то поспокойнее. Они, ну, что-то родное, все. Несколько дней посидят так. А потом буду смотреть. Возможно, их сыплю всех кучу. Ну, не вижу необходимости. Как раз место пока им на... Скажем, как молодняк посидят у меня здесь. Единственное... Сейчас попробую продавать их. Ну, цена, говорят, там, 500 гривен. 500 гривен мне не устраивать. Как минимум, буду продавать по 800. Опять же, тут такой момент еще. Продавши по 800, деньги сразу вроде как получу. Но останусь без работы, грубо говоря. У меня 4 месяца будет свободных, пока эти свиноматки... Это у меня, ну, как бы, заняться особо нечем. Я так с братухой думал. Возможно, мы просто их на откорм оставим. А потом продадим. Будет навар, как бы, чуть больше. Так, допустим, я с головой получу 800. Так еще пару тысяч сверху от этих 800 будет. Ну, где-то в районе 2,5-3 тысяч. С поросенка должно ориентировочно выйти с вычетом кормов. В общем, посмотрим, попробуем. Ну, как бы так. Видите, как хорошо водичку пьют. Это очень хорошо. Еще один момент. Сейчас добавлю им кормушечки. Добавлю здесь на всю длину. У меня-то есть тут по кормушке. Но они в маточнике были. Они в них хорошо едят. В принципе, все у них классно получается. Ну, для них много. Для того, чтобы они не дрались, никого не чмырили. Потому что чем больше идеальных, конечно, двоих. Чтобы двое живо, им не скучно. И друг друга покусать могут. И в то же время они, ну, получается, не угнетают друг друга. Если трое, все. Как только больше двух, один чмырь становится. Его сразу, ну, двое остальных запинают. И, соответственно, кто-то меньше размерами. Чтобы этого не было, мы сейчас сделаем кормушки на всю длину. Ну, пока они маленькие, они много, им там зерна не надо. Я думаю, месяца на два им хватит. А потом мы решим уже, сейчас еще один сарай буду переделать. Ну, как бы, есть, в принципе, есть еще пять сараев будет сделано для них. Ну, не сараев, как сказать, отсеков. Вот такого размера даже больше. Поэтому место будет куда распределить. Но пока, пока они у меня посидят так. По поводу продажи, я же говорю, хотим попробовать продать. Ну, меньше, чем за 200 гривен продавать смысла нет. Если не продадутся, не страшно. На откорм оставим. Они, судя по ихним родителям, маме, папе, растут очень хорошо, быстро. Никаких там, ни болезней, никакой, чтобы изглазить. Никаких отрицательных этих самых. Не было с ними опыта отрицательного. Весь опыт был положительный. Поэтому мы их... Ага, еще я, наверное, их взвешу сейчас. Сейчас вывожу отдельно видео по весу. Ну, честно, я уже взвешу. Они уже, в принципе, вес должен быть от 7 до 9 килограмм в месячном возрасте. Я взвешивал еще там дня три назад, четыре. Уже крупные, которые достигли там 7 килограммового предела. Соответственно, уже готовы полностью. И сейчас, после того, как я еще подождал этих три дня, их вес должен быть нормальным. Уже как раз как мне нужно. Плюс через там пару суток они полностью... Они уже, в принципе, перешли на корм, на Дерц. Здесь Дерц с БМВД идет. Ну, как бы для того, чтобы от мамы отбыкнуть. Ну, посмотрим. Переход полностью, когда маму забираешь, переход может быть чреват там и запоносить. Могут. Надо будет смотреть на это все. Как они там, развитие может немножко притормозиться. Хотя сейчас эти добавки, корма, все должно быть хорошо. Ну, в принципе, все. Поросятки вот такие. Мамы вы видели тоже какие. Кудла. Сейчас мы им чуть-чуть подправим, подправим им их место обитания. Добавим кормушечек. Все. И будет уже у нас не две свиноматки, а 20 поросят. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ловите Машу. Маша, а что это у нас за? Этот самый. Сейчас будем заходить в дом. А ты загнал ту одну? Да, подожди, сейчас, сейчас вместе за мной. Маша решила на прощание погонять как следует. Но этот процесс мы ей сейчас быстренько обломаем. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комменты. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.